всем привет это марина и андрей с канала голодная полка и сегодня у нас распаковочка огромная по килограмму меньше но зато по значимости возможно даже больше так сразу же первое сверху это 341 номер amazing spider-man с автографом одного из редакторов marvel джима селикропа который приезжал на комик-кон 2015 году и вам это годнота spider verse большой сборник одна большая арка глобалка в одной книжке да сейчас многие будут говорить что я купил кусок неизвестно чего да я знаю что я купил и да наверно немного сумасшедший что это сделал и подробнее думаю мы поговорим а это глобалка давай так сейчас у нас пойдут русскоязычные комиксы первую очередь и бумага 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 и у нас второй том атаки на титанов этот ролик есть у нас на канале можете посмотреть но это это вещь это классно я очень рада что все таки это все начало выходить и ну в русскоязычном здании так скажем и теперь можно полноценно почитать и будет на полочке стоять это круто он третий том от джеффа смита это просто невероятнейший комикс один из самых лучших который можно сейчас купить на русском языке он очень приятно написан он невероятно нарисован выходил бы она побыстрее честно хочется не знаю взять сразу всю нахрапом прочитать ролик обо мне у нас есть на канале да очень светлым ознакомиться хранители начала от азбуки такая весьма двоякая серия в ней есть конечно удачные моменты но есть и очень удачные поэтому брать ее или нет это сугубо на ваш страх и риск я вот решил допустим попробовать несокрушимых халк от марка уэйда marvel now я не знаю что это такое но это марк уэйд поэтому это интересно посмотреть тем более не так уж часто у нас выходит халк тем более таких форматов классические черепашки ниндзя испытания графический роман который издан южен студиос они на самом деле очень клёвые и всегда подборка черепах у них такая достаточно клёвая выходит на самом деле грех упускать все вот это издание меня допустим мягком переплете она также выходила ограниченным тиражом что-то 500 штук в твердом переплете но я чё-то не знаю не успел ухватить и взял мягком подростки черепашки ниндзя микросерия выпуск с эйприл анил это просто таин который ничего в себе особо не несет скажем так они вообще не обязательны если вы их пропустите то ничего не потеряете но я допустим и взял и они мне нравится они немножко добавляют деталей в вселенную черепах по моему они приятны молодые мстители и не янка венджерс второй том от гилена по моему это одна из лучших серий в рамках марвел на у которой он издавалась и знаю многие и хейтит за то что здесь гомосексуальные отношения да по моему вообще пофиг главная серия шикарная совершенный человек паук пятый шестой заключительный том а серия все закончилось и впереди нас ждет новый том перед этим будет одно промежуточное событие spider verse которую кстати вот твердом переплете и взяли ролика совершенном человеке пауке есть у нас на канале точно также и по-моему это один из лучших комиксов о человеке пауке за последние несколько лет маска от солдин комикс на самом деле у нас он свое время издавался на русском языке но это было такое достаточно скудное издание на обычной газетной бумаге в черно-белом формате только в середине несколько страниц было свете не знаю выглядело ты из разряда вот так вот мы можем но типа у нас не хватает денег поэтому читайте в газете и наконец-то он вышел на русском в правильном формате все в цвете все замечательно тираж кстати почти весь и раскуплен поэтому поторопитесь холка и четвертый том просто шикарнейшая серии я уже который раз я хвалю просто невероятно прям берите читайте вы не пожалеете опять черепашки ниндзя падший город продолжение серии от а д w в виде тпбшки мне очень очень нравится что они стали продолжать вот эту тенденцию выпускать тпб потому что в синглах все-таки не так круто черепашки ниндзя фильм 1990 собственно названием все сказано это просто комикс адаптация фильма 90-х годов кстати по моему это один из лучших фильмов о черепашках ниндзя даже до сих пор то есть есть и брать вот эту срань от майкла б лучше посмотрите черепах 90-х годов если если вы их пропустили они все так же замечательно смотрится они все также актуальны и тем более авторы умудряются за полтора часа рассказать больше чем майкл бей за свои два часа сколько два два с половиной поэтому совершенно враги человека паука от спенсера легкая юморная серия обязательно попробуйте black set второй заключительный том их вообще четыре но у нас издается в формате по два тома в одной книге так скажем и это очень здоровская штука она потрясающая она очень красиво сочно так нарисована прям аж слюни текут это обязательно к прочтению потому что это потрясающая книга вы останетесь довольными однозначно написано кстати тоже шикарнейшим легенды от паула ривера изданная одно из новых нашей стране издательств это параллел комикс такому твердом формате слегка увеличенным и по моему это просто охренительно я в свое время очень долго смотрел на тпбшку в оригинале и все хотела приобрести но тут она вышла на русском как минимум это комикс который невероятно нарисован но он также это по сути сборник историй оригинов основных персонажей марвел только вот таком вот новом трактате а еще в этой коробке бокс по дедпулу но его мы распакуем немножко позже здесь нечто скажем так особенное коллекционное это CGC Человека-паука в таком вот пластике в вакуумной упаковке 160 номер стоил на самом деле не очень дорого но я просто не удержался я увидел эту обложку от Ромиты старшего и по моему она просто очаровательна для некоторых CGC мире комикс это просто поэтому да почему бы нет DuckTales 9 номер да иногда для разнообразия интересно взять что-то такое не знаю это как минимум забавно 290 номер Iron Man с вот такой вот золотой обложкой смотрится очень клево выпуск выполнен к 30-летию 48 страниц вот это кстати я не покупал это положили в подарок черт это тор от джо куберта я вообще не знаю что это такое никогда с этим не сталкивался не читал единственное что я знаю в этой серии то что раньше она принадлежала dc после этого эта серия перешла к marvel как импринт да это она есть это тот самый принт здесь то есть наименование на стэн ли что забавно на в таком ту личном формате с глянцевой бумагой 93 год те года даже marvel dc не издавали комиксы вообще на глянцевой бумаге до издавалось как будто что-то уникальное 1 2 2 номер посмотрим что такое что-то очень страшно собственно это наша распаковка заканчивается подписывайтесь на канал ставьте лайки впереди будет много всего интересного и всем пока